Книга «Открытым оком». Тема «Рождение». Том 5. Вопрос 1407. Есть люди, которые не проявляют себя как истинно верующие, как христиане и как православные. Но в душе, как они говорят, они всегда были верующими. И таких большинство. Можно ли как-то это проверить? И есть ли от такой веры какая-то польза душе после смерти такого тайного ученика? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Такая вера на уровне подсознания. Что-то все-таки есть. Есть практически у подавляющего числа людей. И она все больше углубляется в суеверие. Такие люди тайно пользуются чем-то от публичной церкви патриархийной. Вода освещенная, яйца красят, поминки справляют. На всякий случай иконка у них в машине и в шифоньере. Их тайный лозунг «Жить, грешить» не очень сильно и не очень заметно. И не болеть. И все, что для этого нужно, по их мнению, они исполняют. Но вот их встряхивает на ухабах, проносится рядом гроб близкого человека. Симптомы неизлечимой болезни, грозные неурядицы. И такой Никодим Ночной еще активнее углубляется в обряд. Как, например, это старый уполномоченный по делам религии в Алтайском крае Седишев Александр Петрович. Главный душитель духовной жизни в годы советской власти. Комуняка стопроцентный и злобствующий против проповеди о Христе. А сегодня он, в созданной коммунистами патриархии, причащается. Среди старушек лепится под благословение в Покровском соборе к своему сабинному другу Войтовичу Митроносному, отцу Николаю, бессмертному благочинному Алтайского края в годы любимой им советской власти. По мощам и елей. 22 февраля 2003 года по глупости своей погиб на дороге Баварин ВН, мэр Барнаула. И вот, как уже пишут в вечернем Барнауле, его газете от 26 февраля 2003 года. «Прощайте, Владимир Николаевич, с его смертью невозможно смириться, даже зная о том, что Бог забирает к себе лучших. Хотя умом понимаешь, что смерть уже вступила в свои права, сердце с каждым толчком крови словно спрашивает, «Как же так? Как же так?» Конец цитаты. Однако у смерти, как и жизни, свои законы. На фоне громадного и яркого портрета Владимира Николаевича постамент и гроб с его телом кажутся маленькими и выглядят как-то ирреально. С портрета задумчиво и чуточку грустно смотрит живой и дорогой всем человек, а в гробу, усыпанном цветами, совсем другое лицо, смертельно бледное и уже отрешенное от всех мирских дел и забот, суетных и скоротечных, важных и эпохальных, имеющих значение только для живых. Разве можно сказать, что здесь не видно веры в то, что у человека есть душа, что земное все скоротечно? Но это не евангельская вера. «Панихидой называют то, что мимо гроба шли люди, стоял почетный караул, депутаты, сидели и шли, играл траурный марш, были слезы и рыдания. Я сам шел мимо гроба со слезами, и, вспоминая Владимира этого, спустя недели все еще не могу сдержать слез. Так мне его жаль. Где его душа? Как ему можно помочь? И, согласно Слову Божию, уже ничего нельзя изменить. Послание к Галатам, 6 глава, 7 по 10 стих. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа, пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Конец цитаты. Книга пророка Екклесиаста, 11.3. «Когда облака будут полны, то они прольют на землю дождь, и если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет». Конец цитаты. «Все говорится о вере по Евангелию». Послание филиппийцам, 1.27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Послание к евреям, 11.6. «А без веры угодить Богу невозможно». «Или надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает». Конец цитаты. «Понятно, что его тело испластали волшебники в белых халатах, узнавая, какие жизненно важные органы были у него при аварии, когда он врезался в бетонную тумбу парапета, повреждены. Но все-таки вообразим. И вдруг случилось бы чудо, что Бог его воскресил, тут же, во время этой горе-панихиды, встает из гроба, но уже не тот. Восстал уже повидавший на том свете и родных своих, может быть, горящих в аду, и что ему было там же уготовано место, и что отпущен он на короткое время, года на три, и что теперь он будет жить только по Евангелию, и начал бы раб Божий Владимир, стоя во гробе, изобличать власть придержащих этих кровососов, обобравших вот этих, идущих сейчас мимо пенсионеров. Начал грозно и сурово карать словом пророческим этих вурдалаков, с которыми он раньше находил так уважаемую золотую середину, что умел мирно уживаться со всеми, со всеми и не было конфронтации. Как бы отнеслись эти аллилуйщики к нему, если бы он пошел бескомпромиссно по городу в сапогах Кирзовых, без мобильного, без машины, и везде только бы про Христа и про Божью любовь свидетельствовал, принародно принося покаяние за свою прежнюю, богомерзкую, коммунистическую, греховную, погибельную жизнь. И стал бы спорить с Сафроновыми, с Зюгановым, с Путиным, что жить надо по Евангелию, жить чисто, без лжи, без лукавства, жить для Царствия Божия. Евангелие от Матфея 6, 33. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Стал бы обличать епископа, что он неверующий, ибо только и знает, что хоры по театрам развозит, да шоу на Иордане устраивает, деревянными яйцами на Пасху разбрасывается, а дело-то Божие и не знает, и не делает совершенно. Что бы сделали с ним? История уже проходила такие уроки. Вот что было бы с любимым ныне мэром. И нес бы он это благовестие и по сектам, обращая их в православие, какое он принял за гробом, что ему Бог по милости своей открыл. Книга Деяний апостолов, 9, 21-25. И тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы вязать их и везти к первосвященникам. А Саввл более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его, но Саввл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же, ночью взяв его, спустили по стене в корзине. Конец цитаты. Все его хвалят, все его любят. А здесь все иначе. Значит, никакого превращения из Саввла в Павла не было. Но, Евангелие от Луки 6, 26. «Горе вам, когда все будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Конец цитаты. Да, умел ладить, любил людей, любил искренно, жил с азартом, красиво, имел что подарить дочерям и племяннику. Но были и непомерно большие налоги на предпринимателей, которые стонали, разорялись, сгорали, проклинали эту власть и его. Были у него планы палатироваться на новый срок мэром. Были миллионные стоимости мероприятия и елки. Было то, чего не должно было быть у верующего, думающего о вечности. Все им было предусмотрено для плодотворной жизни. Но только на земле. К смерти не готовился и не знал, что стоя уже в этот день своей смерти у гроба неверого В.И. первого ректора АГУ. Шагнув через несколько часов свою дорогую машину-иномарку, фактически вошел в свой гроб. Все было последним. Ангел смерти уже занес над ним меч. Уже создатель произнес слова. Евангелие от Луки 12.20. Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Конец цитаты. Неверующие Слову Божию, кто бы они ни были, епископы или талантливые журналисты, все они будут теперь только пустословить, когда говорят о посмертной участи погибшего, что Бог забирает к себе лучших. Только свои эмоции выплескивать, творить поминания не от Писания, ни от указаний Духа Божия. А вот так уж заведено. Значит, и мы бормочем, дым пускаем, себя утешаем. Нам так привычно. Мы легче переносим утраты. А Бога опять не взяли в советники. А Бог говорит сокровенное. Евангелие от Луки 13.3.5. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Второе послание апостола Петра 3.9. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают, то медлением, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Конец цитаты. «Ах, Володя, Володя! Научился всему, был и академиком, и профессором, но не стал даже учеником первоклашкой в начальной школе Христа Назарецкого. Бедный ты, Володя, столько лет тебе Бог дал, все ждал плода, все обкладывал навозом и орошал водой благословений своих тебя и твою семью. Но тебе все некогда, у тебя все планы были на этой голубой порошинке, называемой землей, которая несется тоже к своему последнему повороту, к сожжению». Второе послание апостола Петра 3.10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же разгоревшись разрушатся, земля и дела на ней сгорят». Конец цитаты. «И ни разу ни в одной газете, ни при нем, ни после него, никто не говорит, что в последние годы именно при нем расцвела проституция, в школах разврат, наркомания. Преступность все заполонила, теряются люди, сократился срок жизни, отравлен край радиацией, от рака вымирает нация, запились, закурились, изблудились, изворовались. Да как еще нас Бог только терпит до утра и до вечера? «Если в человеке есть вера, то она не может скрыться». Евангелие от Матфея 5.14 «Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы». Евангелие от Луки 12.8 «Сказываю же вам, всякого, кто исповедует меня пред человеками, и сын человеческий исповедует пред ангелами Божиими». Евангелие от Марка 8.38 «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда приидет во славе отца своего со святыми ангелами». Конец цитаты. Кого когда-то называли люди царем в насмешку, богом в самом деле, кто был убит и чье орудие пытки согрета теплотой моей груди. Вкусили смерть свидетели Христовы, и сплетницы старухи, и солдаты, и прокурата Рима все прошли. Там, где когда-то возвышалась арка, где море билось, где чернел утес, их выпили в вине, вдохнули с пылью жаркой и с запахом бессмертных роз. Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль и долговечней царственное слово. Анна Ахматова